Итак, мы продолжаем работать с автоматизацией в QGIS на питоне, и в данной видеозаписи мы рассмотрим работу с таблицей атрибутов, то есть мы рассмотрим добавление столбцов удавления столбцов, получение данных из таблицы атрибутов, а также заполнение таблицы атрибутов и добавление новых объектов в таблицу атрибутов. Если проводить аналогию с ARGIS и модулю markpy, то это функции daSearchCursor, daInsertCursor и daUpdateCursor. Итак, давайте снова считаем слой с точками в переменную lir. Давайте откроем таблицу атрибутов, чтобы смотреть на наш результат. Давайте сначала добавим новый столбец в таблицу атрибутов. Как это делается? Давайте посмотрим полный алгоритм, то есть вот, допустим, я не знаю, как добавлять столбец в таблицу атрибутов в QGIS. Для этого мне что надо сделать? Мне надо зайти в справку. Я захожу в справку, нажимаю using vector layers и нажимаю соответствующий пункт adding and removing fields. Как мы видим, во-первых, мне необходимо провести какой-то импорт, и затем мы видим, что используется метод объекта слой под названием dataProvider. Вот, собственно, что мне нужно использовать. Ну а затем идет метод addAttributes и в качестве атрибутов подается список из полей, которые я хочу добавить. То есть сразу можно добавлять несколько полей. Итак, давайте, собственно, это и сделаем. Во-первых, создадим переменную, которая отвечает за работу с таблицей атрибутов, то есть мы назовем ее dataProvider равняется lirDataProvider. Итак, что такое dp? Это, как мы видим, объект типа QGIS VectorDataProvider. Чтобы посмотреть, какие методы и свойства есть у данного объекта, мы уже знаем функцию dir в питоне, которые на вход можно взять dp и получить только список. А чтобы посмотреть описание данных методов и свойств, нам необходимо будет зайти в справку. Мы заходим уже в другую справку, а именно QGIS API Documentation, и заходим в пункт Classes. И дальше мы ищем здесь, собственно, наш класс, который называется QGIS VectorDataProvider. Вот слева у нас есть список. Итак, QGIS VectorDataProvider. Вот мы на него нажимаем на данный класс и смотрим, что здесь вообще есть. То есть мы можем получить уникальные значения, получать опять-таки список полей, есть также метод FitchAccount. Давайте посмотрим. То есть мы видим, что у нас всего 10 объектов в таблице, атрибутов. Давайте проверим метод FitchAccount. То есть тот ли этот метод, который считает количество объектов в таблице атрибутов. Ну, как мы видим, ответ 10. Замечательно. Но нам потребуется метод AddAttributes, ну и затем мы, конечно, используем метод DeleteAttributes. То есть для добавления полей. Как мы видим, в качестве параметров выступает список из объектов полей. Но также мы можем на него нажать и посмотреть чуть более подробно о данном методе. Ну, давайте им воспользуемся. Но перед этим, как мы видели в примере, нам необходимо импортировать QVariant для того, чтобы мы могли задавать типы нашим полям. А именно, например, тип текст или тип числовое поле. Соответственно, если бы у нас не было вот такой записи, то есть мы не знали бы откуда импортировать QVariant, допустим, в нашей справке или в каком-то туториале мы нашли просто данную функцию и тут используется QVariant без указания, откуда его импортировать. Что для этого делается в QDIS? Мы набиваем здесь QVariant и как мы видим, вот мы ввели QVariant и как мы видим в подсказке, которая возникает при печатании, мы можем посмотреть данный объект и откуда его надо импортировать. Ну и здесь написано pyqt4.qtcore. Собственно, именно отсюда он и импортируется. Поэтому, то есть даже если бы у нас не было подсказки, откуда его импортировать, мы бы могли решить данную задачу. Итак, мы импортировали все необходимое и пишем dp. Напомню, что dp это data provider нашего слоя. Вот он, то есть дает нам доступ к таблице атрибутов. Add attributes и дальше мы используем QDIS field и создаем два поля. Первое поле будет называться myText и иметь текстовый тип. Второе же поле будет называться myInt и иметь тип Integer. Нажимаем Enter и в ответ нам приходит true. То есть все удачно создалось. Соответственно, в таблице атрибутов у нас должны создаться поля. Но, как мы видим, уже в открытой нашей таблице атрибутов мы не видим изменений. Поэтому нам необходимо ее обновить. Делается это очень просто. К объекту слоя мы применяем метод updateFields и у нас перестраивается наша таблица. То есть нам добавилось два поля. Теперь, как их удалить? Для этого используется метод, который мы уже смотрели здесь. Он называется deleteAttributes. И на вход подаются ID данных полей. То есть уже не название, а именно ID. Но мы ведь не знаем какой ID у нашего поля. Нам его необходимо получить. Как это сделать? После того, как мы получили переменную dataProvider, то есть dp, мы можем получить ID любого поля по его имени, воспользовавшись командой fieldNameIndex, которая на вход принимает параметр в виде названия столбца. То есть мы пишем dp fieldNameIndex и получаем 19. То есть ID данного поля 19. Соответственно ID поля myInt 20. Теперь нам понятно, как удалить поле. Мы воспользуемся вот такой командой в общем виде. То есть мы пишем dataProvider метод deleteAttributes. И на вход мы подадим ему список из ID полей. То есть по факту здесь написано 19,20. Нажимаем. Опять нам вернулось true. Это значит, что они удалились. Но поскольку мы еще не сделали update, то в таблице атрибутов они еще у нас отражены. Но сейчас сделаем update. LirUpdateFields. И они у нас исчезли из таблицы атрибутов. Замечательно. Теперь уже давайте поработаем с получением самих данных из таблиц атрибутов. Итак, как нам получить данные из таблиц атрибутов? То есть что нам необходимо получить? В среднестатистических задачах нам необходимо получать геометрию и все атрибуты данного объекта. В общем-то ничего больше нам и не нужно. Итак, допустим мы создаем примерную features равную следующему. Мы используем метод getFeatures у объекта Lir, то есть у объекта нашего векторного слоя. Итак, давайте посмотрим, что это такое. Итак, мы видим, что это объект QGIS Feature Iterator. Но опять-таки мы можем его найти здесь в справке. Посмотреть, что это значит. То есть мы заходим в классы и вот здесь мы можем найти QGIS Feature Iterator Object. Ну, собственно, вот он. Посмотреть, какие методы у него есть. Ну, поскольку это итератор, мы можем пройти с помощью цикла for по данному объекту. Поэтому мы пишем for f in features, то есть f это в каждой итерации отдельный объект, все время новый. Мы создаем внутри тело данного цикла, мы создаем переменную g равная f geometry и переменную attrs равная атрибутам данного объекта. Ну и с помощью принта мы их выводим. Соответственно, g, что такое g? Это объект QGIS Geometry. Это уже выход, собственно, того, что мы получили. А атрибуты нам представляются в виде списка из значений, из таблиц атрибутов. То есть вот первая строка у нас должна содержать в первом столбце 17, во втором текст за главными буквами AUT. Ну, давайте посмотрим. Ну вот, собственно, мы это и видим. Вот первая строка 17, AUT, острия, 162, ну и так далее. Итак, мы научились считывать атрибутивные данные, в том числе геометрию, из таблицы атрибутов. У QGIS Geometry, у данного класса, мы можем посмотреть методы. Ну вот, у него есть метод type, который вернет опять-таки тип векторной геометрии, 0 для точек, 1 для линий и 2 для полигона. Ну вот, собственно, давайте его и выведем, чтобы здесь был как бы не объект QGIS Geometry выводился, а тип данной геометрии. То есть, еще раз напишем данный цикл. Напишем print f.geometry.type. Ну и как мы видим, нам везде вывелись нули, потому что, собственно, каждый объект представляет собой точку. Итак, давайте теперь научимся изменять данные в таблице атрибутов. То есть, это аналог функции UpdateCursor в ArcPy. Итак, создадим переменную атрибуты, которая будет представлять собой словарь, где ключом является ID столбца, а, соответственно, значением будет являться то значение, которое мы в дальнейшем хотим вписать. Допустим, здесь будет значение lesson, здесь будет значение second. Ну и в первый столбец мы впишем там 19. То есть, вместо, скажем там, нуля, мы могли бы использовать обращение к полю по его имени с помощью метода dp fieldNameIndex. То есть, допустим, здесь мы напишем dp fieldNameIndex и название первого столбца у нас имеет значение id нижнее подчеркивание 0. Ну вот, давайте, в него мы и впишем значение 19. Итак, мы пока что создали просто словарик, который мы будем использовать для вписывания в какую-то строчку данных значений. Затем мы можем посмотреть, опять-таки, у объекта qgsVectorDataProvider, какой метод отвечает за изменение атрибутов. То есть, мы заходим в классы, опять-таки, заходим в класс qgsVectorDataProvider и мы видим, что у него есть метод changeAttributeValues и также есть changeGeometryValues. Вот этими двумя методами мы сейчас и воспользуемся. Для начала изменим атрибуты, то есть, мы напишем dp, то есть, это у нас не что иное, как lir.DataProvider, dp.changeAttributeValues. И дальше мы говорим, какому объекту, собственно, мы указываем id объекта, какому объекту мы хотим изменить атрибуты. Ну, в данном случае вот у меня есть девятый объект, который, как мы уже видели, создан специально для данной цели, чтобы не портить данный слой. Вот он. И у него мы как раз хотим изменить атрибуты. Значит, в первый столбец мы впишем 19, во второй столбец мы впишем second и в третий столбец мы впишем lesson. Ну, собственно, нажмем, нам вернулось true и теперь мы можем посмотреть, что изменилось в нашей таблице атрибутов. Ну, и как мы видим, в таблице атрибутов первый столбец изменился на число 19, второй на текст second и третий на текст lesson. Ну, отлично, мы научились изменять атрибутивные значения. Давайте посмотрим, как работать с изменением геометрии у объектов данного слоя. Итак, как мы уже смотрели, у нас есть метод changeGeometryValues, который, соответственно, на вход должен принимать геометрию. Для этого нам, естественно, сначала надо создать данную геометрию. Воспользуемся мы данной функцией qgsGeometry.fromPoint, то есть получение геометрии из точки, и в точке указаны координаты. То есть, допустим, мы укажем здесь координаты 1, 1, 1 и 5, 5, 5. Вот мы создали объект геометрии, то есть это qgsGeometry. Ну и, собственно, эту геометрию мы сейчас впишем вместо геометрии девятого объекта, то есть объекта с ID 9. Делается это аналогичным способом, то есть мы пишем dp, только здесь мы использовали метод changeAttributeValues, здесь используем метод changeGeometryValues, и также девятому объекту мы зададим новую геометрию. Нажали, получили true, как мы видим, на карте ничего не поменялось, потому что мы не обновили карту. А именно мы не обновили наш слой на карте, то есть мы можем воспользоваться методом triggerRepaint у данного слоя, и, как мы видим, у нас немножко изменилось расположение точки. Ну, давайте проделаем это еще раз, только здесь мы уже поставим такие координаты, и, как мы видим, точка снова переместилась. Отлично, мы научились изменять как атрибуты, так и геометрию объектов в слое. Ну и теперь последнее. Нам необходимо добавить новый объект, ну и затем, естественно, его удалить. То есть аналог функции insertCursor в ModularPy. Итак, для того, чтобы добавить какой-то объект, нам необходимо сначала создать этот объект. А у объекта должны быть что? Атрибуты и геометрия. Итак, для начала создаем объект, то есть как бы заготовку для заполнения его геометрией и соответствующими атрибутами. Итак, мы используем функцию qgs-feature и на вход мы подаем ей все поля, которые присущи нашему слою, чтобы мы могли записывать атрибуты в те же самые поля, которые есть у нашего слоя, чтобы не было никаких противоречий и ошибок. Итак, мы создали переменную fit равная qgs-feature. То есть это как бы заготовка с теми полями, которые есть у нас в слое, но пока они ничем не заполнены. Теперь давайте впишем в них какие-то атрибуты и геометрию. Ну и теперь мы задаем будущие атрибуты в пока что заготовку qgs-feature, то есть в заготовку объекта данного. Итак, мы задаем атрибуты в виде списка по порядку, как идут столбцы в нашем векторном слое, то есть в данном результате. LearPendingFields, то есть число 2 запишется в первый столбец, ну и слово острия запишется во второй столбец. То есть если мы сюда посмотрим, то id нижняя подчеркиваемая 0 будет с числом 2 и, соответственно, iso будет с значением острия. Так, мы заполнили атрибуты нашей заготовки, заготовки нашего объекта, теперь надо заполнить геометрию нашего будущего объекта. Ну, собственно, геометрию мы уже создавали, то есть это опять-таки qgs-geometry, fromPoint и qgs-point и координаты. Но используется метод setGeometry, соответственно, есть setAttributes, есть setGeometry. Понятно, что мы могли опять-таки посмотреть все эти методы в справке. Итак, создали геометрию, создали атрибуты, теперь осталось только добавить данный объект. То есть fit это уже объект, класс у него qgs-feature, то есть это уже заполненный объект с геометрией, атрибутами в наш векторный слой. Делается это очень таким замысловатым способом, невероятно сложным. Мы используем метод addFeatures и подаем список из объектов, которые мы должны добавить. Нажимаем, true, отлично, у нас добавился объект, он выявился сюда. Все замечательно, карта не перерисовалась, потому что мы не перерисовали слой на карте. То есть опять-таки нужно воспользоваться функцией lirTriggerRepaint. И, как мы видим, у нас появилась еще одна точка. Ну и, соответственно, в таблице атрибутов у нас появилась новая строка, вот мы видим. Ну, теперь давайте посмотрим, как удалить данный объект. Ну, как, я думаю, можно было догадаться, что если у нас есть метод addFeatures, то есть и метод deleteFeatures, который на вход также принимает список, только уже из ID объектов, которые необходимо удалить. Ну, то есть это как с добавлением полей, удаляются они по ID. То есть на вход мы подаем ID объекта, то есть порядковый номер объекта, который имеется у него в таблице атрибутов. Ну и, собственно, подаем его в качестве параметра в метод deleteFeatures. Удаляем, и, как мы видим, с карты удалился данный объект. Итак, мы разобрали работу с таблицей атрибутов, считыванием, изменением атрибутивных значений, изменением геометрии данных объектов, а также созданием новых объектов и их удалением из таблиц атрибутов. Продолжение следует...